Иностранные корпорации приостановили выход из России. За последний месяц количество покинувших страну почти не изменилось. За полных 4 месяца полномасштабная война с российского рынка ушло или находится в процессе выхода 798 международных компаний. Почти половина из них ставили за собой право вернуться. При этом немного меньше 300 продолжают работать на российском рынке. Об этом и другом поговорим дальше с нашим следующим гостем Денис Долгополый, СО и основатель Unicorn Nest. С нами на связи. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Денис, ну вот фактически выход иностранных компаний из России, он, как видим, приостановился. Что может повлиять на решение тех, кто все-таки остался? Вот их там около 245. То есть, возможно, повлияет как-то там благосостояние населения, которое уменьшается. Или там какие-то грядущие экономические кризисы в России? Ну, во-первых, есть несколько проблем. Первая из них связана с тем, что большинство компаний, которые выходили, они выходили под давлением. Второе, а кто остался? Да, то есть, группа активистов, которые работают достаточно активно над тем, чтобы выталкивать компаний, всегда взвешивает. То есть, одна из частей нашей, одно из крыло наших групп считает, что мы должны не просто выталкивать компаний, а разрушать экономику России. И только развал экономики России, прекращение государственности, как институции, включая там массовый голод и массовые беспорядки, могут развалить эту страну и прекратить нашу войну. Поэтому компаний, которые работают очень много, активистов, которые выталкивают компаний, не так много. Их количество колеблется от 5 до 10 тысяч человек. Поэтому все выбирают себе достаточно интересные цели. И эти цели отвечают базовому требованию дать большое влияние на экономику. Соответственно, работая с большим количеством компаний, на маргинальные и небольшие компании никто не обращает внимания. Обращают внимание на те, выход которых может дать сильный экономический ущерб или политический ущерб. Ну, например, компания, у которой несколько тысяч сотрудников окажутся на улице и без средств к существованию, находятся в высоком приоритете. Или компании, которые работают на военку, или занимаются критическим импортом. То есть, допустим, остановив подшипниковый завод, можно не просто лишить экономику нескольких десятков миллионов долларов, но и остановить лифты, эскалаторы, конвейеры и другое. Поэтому сейчас остались только небольшие маргинальные компании. И самые упоротые, допустим, французские и немецкие компании, которым, в общем-то, плевать на убитых украинских детей. И вот их выталкивает достаточно большая проблема. Да, ну вот в списке вот этих, как вы сказали, упоротых, есть больше всего, кстати, это 70 из Соединенных Штатов Америки, казалось бы. То есть, парадоксальная такая история. То есть, даже китайских меньше Китай, который вроде бы как не так активно выступал за санкции. То есть, вот там есть, да, немецкие и французские, их около 40. А вот почему, да, вот получается так, что Запад, с одной стороны, вроде бы поддерживает Украину в войне против России, хочет поражения России, но, с другой стороны, никак не может повлиять на вот собственные компании, которые все еще продолжают работать в России. Ну, потому что, первое, Запад повлиять, но это понятие какое-то достаточно прорусское. Во всем мире у нас демократия и свобода, и поэтому компании, которые, ну, просто сволочные основатели или менеджмент, ну, на них особо влиять нельзя, они должны выходить самостоятельно. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, не будет Госдеп давить на компанию, которая поставляет коробочки, в которые заворачивают сувениры, да, с объемом выручки полтора миллиона долларов в год, ну, как-нибудь потом до них доберемся. А по серьезным компаниям идет серьезная работа, в том числе со стороны украинских, там, того же МЗС, которые пишут письма. Ну, то есть, есть компании, которые действительно надо вытащить, а есть компании, которые, если останутся, они особо не влияют ни на экономику, ни на жизнь конкретного россиянина, который там ходит в магазин и чего-нибудь покупает. Ну, вот вы сказали про выталкивать вот эти крупные компании, и не только крупные, средние. Как вообще-то, можете рассказать поподробнее, как это происходит, кто этим занимается, какие рычаги давления? Ну, скажем так, есть большое количество инструментов, которые можно использовать, но есть методология. Методология заключается в том, чтобы переложить ответственность компании на конкретных людей, которые работают в этой компании, и оказать на него давление, связанное с порицанием со стороны коллег, друзей, прессы и так далее. Поэтому выход каждой компании – это решение, допустим, совета директоров или решение конкретного человека, который отвечает за регион. Вот надо найти этого человека, затеять с ним некую переписку, коммуникацию и так далее, заставить его признаться в том, что он будет отвечать за выход, или наоборот, он принял решение не выводить компанию с рынка России, а после этого начать компанию публичного шейминга. Я не знаю, как это по-русски сказать. В прессе, в социальных медиа оказать давление на компанию, на сотрудников, уничтожать бренд компании как работодателя, пытаться оказать давление на логистические цепочки этой компании, на партнеров, на банки, с которыми они работают. Там можно выталкивать даже не под санкционные компании, просто рассказать, что, ребята, есть риск попадания этой компании под санкции или под уголовное дело, оно вам надо работать с такими идиотами. И если давить в этом плане достаточно долго и эффективно, то это срабатывает. То есть даже вот эти вот мемчики, картинки, которые украинцы просто лично постили в Фейсбуке, в других соцсетях, где там изображался, например, определенный продукт какой-то определенной компании, в крови, там его все эти такие красочные иллюстрации, это тоже имеет свою работу, да, делает? Да, 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 есть группы, это все волонтеры, есть группы креативщиков, которые придумывают тему этого мемчика, есть дизайнеры, которые потом это все воплощают, есть активисты, которые это распространяют в сетях, есть активисты, которые пишут конкретно вот людям, которые принимают решения. У нас есть группа спецназа, 27 руководителей американских хедж-фондов, которые сказали, у которых под управление от 10 миллиардов долларов, один даже со 150 миллиардами долларов, которые могут писать таким людям письма, типа, чувак, ты что офигел работать в России, мы будем продавать акции твоей компании, нам не надо в портфеле иметь такое счастье. Вот, и стратегия смерти от тысячи порезов, ну, китайская казнь была такая, она работает, то есть мы нельзя гарантированно знать, какой удар будет финальным и приведет к принятию решения выхода из России. Надо оказывать всестороннее жесткое давление, включая, допустим, наш МЗС, достаточно активно подключается как на уровне официальных писем, так и на уровне, там, допустим, твитовку леббы, это уже немножко сложнее сделать, ну и так далее. Поэтому давим со всех сторон, у нас идентифицировано не меньше 20 направлений, по которым можно оказывать давление на компании. Денис, а если говорить о компаниях, которые заняли такую двойственную позицию, вот их около половины из вышедших, то есть это те, я имею в виду, которые сохранили за собой право вернуться, то есть они действительно могут вернуться, или, ну, вот их офисы, их там, производственные мощности, их склады, они действительно останутся закреплены за ними, они в это верят, то есть в России, где там легко может что-то национализироваться, перепродастся и так далее? Смотрите, все компании, с которыми мы работаем, надо делить на три категории. Первая, это категория компаний, которые заявили, что они уходят, а они уходят. Вторая категория, это компании, которые заявили, что они уходят, но они не уходят. Это самые сложные, самые лицемерные сволочи, по которым мы работаем максимально жестко. И третья, самая интересная категория, это компании, которые не делали никаких заявлений, а тихонечко уходят, потому что боятся, что их сотрудники попадут под прессинг их силовых структур и в том числе посадят. Поэтому они очень аккуратно сворачивают деятельность. Несмотря на то, что они оставляют лазейки, большинство публичных компаний, которые уходят, вряд ли вернутся, потому что их акционеры очень хорошо, ну, принятие решения о входе или выходе компании на какой-то географический рынок принимает совет директоров. И на самом деле у этого совета директоров и акционеров компании очень длинная память. Если они понесли убытки по выходу с какого-то рынка, то им придется очень долго забывать это, принимать решение, зализывать раны и перевзвешивать все. То есть те компании, которые годами заходили в 90-е и свернули свою деятельность за полгода, по моим оценкам, вернутся не раньше, чем через несколько лет после того, как режим Кабаева будет свергнут. То есть это не то, что там, если все выровняется и они смогут вернуться через полгода, технически это можно. Когда страна развалится, закончатся массовые беспорядки, по чуть-чуть это все вернется в какую-то норму, после этого они начнут процесс о принятии решения, выходе на рынок и инвестиции опять в эту страну. И это может занять годы, а иногда и 10 лет. То есть после того, как они обожглись на этом, вернуться им будет очень тяжело. Это раз. А второе, находясь под санкциями, в России сейчас они не зря закрыли и засекретили все макроэкономические показатели. Там жопа, полная жопа. Я думаю, что осенью начнется достаточно серьезная просадка экономики. И вот мы ожидаем, что начнется вот то, над чем мы работали полгода. А в процессе стагнации экономики принять решение о возобновлении деятельности на этом рынке практически невозможно. Поэтому я уверен, что лазейки вот эти оставить, выкупить обратно и так далее, это скорее юридические вопросы. То есть юристы так структурировали сделки. Но фактически я уверен, что никто возвращаться не будет в ближайшие лет пять. Денис, а вот те, кто, мы ранее говорили как раз о том, что там кто-то, кого-то там выталкивать нужно было, кто-то вышел сам, боясь преследований силовых структур. Были ли те, кто вышли по каким-то там действительно личным убеждениям? Или возможно там, учитывая риски возможных будущих санкций, соответственно, вот там много вышло автопрома, например, действительно там иностранного, который там был в России, собирали автомобили? Ну, автопром скорее выходил из-за логистических проблем. Ну, то есть нельзя ни обслуживать, ни сопровождать, ни предпродажную подготовку делать. А те, у кого отверточная сборка, не могут собирать, потому что в первые несколько недель были заблокированы большинство контейнерных перевозок. Соответственно, им технически не оставалось чего делать. Есть большое количество компаний, которые вышли, исходя из политических причин. То есть никто не хочет зарабатывать деньги на крови. Одна из компаний, которая работала с Гитлером, их совет директоров сломался на том, что один из членов сказал, нам последний раз вспоминали работу с Гитлером в 1986 году. Вы что хотите, чтобы нам еще 45 лет вспоминали работу с кровавым режимом Кабаева? Типа, выходим без разговоров, я за. И на этом сломался совет директоров. Поэтому есть много факторов. Есть очень моральные компании, есть люди, которые понимают, о чем идет речь и выходят. Есть люди, которые взвешивают финансовые потери, репутационные потери и что они получат, выходя из России. Но на самом деле санкции имеют двоякую структуру. То есть они убивают экономику и будет падать спрос. Уже он падает, очень сильно падает. И поэтому компании, даже которые остаются, им будет очень трудно объяснять своим акционерам, почему они терпят убытки, почему они несут репутационные потери, и почему они все-таки не выходят из этой проклятой страны. Поэтому, я же говорю, факторов, влияющих на принятие решения, очень много. Для каждой компании они свои и своя комбинация работы. Поэтому работа аналитиков, которые выстраивают стратегию давления на компании, не менее важна, чем десятки тысяч волонтеров, которые наваливаются выталкивать компанию. Допустим, у нас есть один неудачный пример. Мы давили, давили, давили компанию Ашан, и так и не смогли выдавить. Она управляется семьей. Мы растерзали в Европе репутацию этой семьи. Они во Франции не рукопожаты. Но, тем не менее, у них 30% выручки – это Россия. Они оттуда не пойдут и готовы терпеть вот эти все неудобства. А ресурсы, которые мы потратили на давление этой компании, хватило бы, чтобы вытолкать десятки других компаний. Поэтому теперь мы перевзвешиваем очень аккуратно каждую компанию, которую атакуем, чтобы понимать, насколько вероятно, что мы сработаем, а не будем тратить ресурсы наши зря. Денис, а возможно, вы знаете, Россия ведет какую-то работу, чтобы оставить компанию. Предлагает какие-то деньги, привилегии, давление, возможно, какое-то использует. Как-то они работают в этом направлении? Скорее работает кнут, а не пряник. Хотя попытки пряника тоже есть. Но, допустим, мы давили несколько месяцев компанию, которая называется «Авито». Это доска объявлений, через которую режим нанимает, в том числе, солдат для убийства украинских граждан. И вот мы их давили-давили, ничего не получалось. А тут Госдума нам очень сильно помогла, принимая некоторые законы о национализации подобных сервисов или ограничении их деятельности и так далее. Их акционеры, несмотря на то, что они подонки из Южной Африки, которые привыкли работать в условиях коррупции и обвинений в расизме, сексизме и других вещах, давить на них, что у вас руки по локе в крови украинских граждан, им, в общем-то, на это плевать. Так вот, Госдума сделала для этого больше, чем наши четырехмесячные усилия, включая суды в Голландии с ними. Денис, а вот влияет ли на упертость, скажем так, этих компаний, которые там остались работать, тот факт, что они теперь, вот так, у них существенно меньше стало конкурентов среди иностранных компаний, они теперь вот такие вот хитроумные оказались? Ну, на самом деле нет, практически не влияет. Есть несколько компаний, вот, допустим, сейчас мы работаем с Монди, которая пытается занять нишу Тетропака, которому очень тяжело работать в Мордоре. И вот мы сейчас будем активно по ним работать и очень-очень жестко, потому что упаковка – это продукты питания, а массовый голод – это то, что может привести к беспорядкам. Поэтому, да, такие компании есть. Но, на самом деле, сейчас пошел другой процесс. Сейчас, когда элиты Мордора поняли, что уход компаний не именуем, они поняли, что можно за один евро отжимать достаточно успешные технологические, условно-технологические компании. Поэтому они как раз, наоборот, сейчас занимаются таким мини-рейдерством и попыткой выкупить чужие активы за копейки, несмотря на то, что там есть дополнительные риски о том, что бизнес будет без родительских компаний, очень тяжело вести в этой стране. Спасибо, Денис. Денис Долгополый, СО и основатель Unicorn Nest, был с нами на связи, говорили о будущем иностранных компаний, которые все еще остались в Украине, те, которые вышли. Спасибо вам и всего доброго. До свидания.